Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Я, честно говоря, не очень умею рассказывать о себе. Я отвечу на любые ваши вопросы, почти на все. Я считаю, что либо вот такой прекрасный полный зал, либо один человек, когда сидит напротив тебя с диктофоном, это... Я всегда пытаюсь использовать это время для того, чтобы ответить на какие-то вопросы, которые часто не задаешь сам себе. Поэтому давайте вместе искать какие-то ответы. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин, как правило, родители-инженеры не приветствуют, когда дети идут в профессию актера. Ну, вы знаете, как правило, такого правила нет, как мне кажется. У меня семья всегда была достаточно творческая. И, насколько я понимаю, и тетя моя, и дед, и папа тоже предпринимали попытки, скажем так, вступить на путь актеров. Но что это мешало? Вот. К тому же, насколько я понимаю, раньше конкурс и требования были более жесткие и более консервативные. Сейчас в основном набирают уже так вот... Эх! Понеслось. Вот. Поэтому... Я все равно так или иначе воспитывался в таком несколько фантазерном направлении. А подсказали мне, когда я учился в техникуме авиационное приборостроение и автоматика, я должен был строить мозг самолетов. Вот и я вам говорю, да, не переведи бог. Да. Вот. Слава богу, что этого не случилось. И старшие курсы, глядя на то, видимо, как я себя вел, а вел я себя достаточно вызывающе, эпатажно, участвовал в неформальном движении питерской молодежи. В общем, набрал на себя, как снежный ком, все-все-всего-всего понемногу. Гитара, какие-то неформальные тусовки, рок-клуб и так далее. Мне сказали, знаешь, что иди-ка ты в клоуны. Вот я и пошел в клоуны. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин, расскажите, пожалуйста, о вашем театральном курсе, о вашем уникальном педагоге Вениамине Фельштинском. С удовольствием. Ну, это такой вопрос, с одной стороны, вроде бы коротенький, но длиною в жизнь ответ может быть. Поэтому я постараюсь быть лаконичным. Вениамин Михайлович Фельштинский, Лариса Грачева и Кирилл Детешидзе. Три наших театральных педагога. Это был первый курс, который мастер набрал, скажем так, полноценно. Мы были первыми. Что с нами делать, было не очень понятно. Вообще, первый курс, он всегда экспериментальный. Так мы и получились. Мы воспитывались и нас воспитывали... Во-первых, когда мы поступили, вышел ректор и сказал, всех вас поздравляю, но из тех, кто поступил, не факт, что все закончат театральный институт. Из тех, кто закончит, не факт, что все будут работать по профессии. А из тех, кто будет работать по профессии, не факт, что вы будете счастливы. Мы счастливы. Нас поступило 26 человек. Закончило 12. На сегодняшний день в профессии работает Андрей Зибров, Миша Пореченков, Миша Трухин, Андрей Прикотенко в качестве режиссера, Илья Шакунов, актер. И ваш покорный слуга. Это наш курс. С нами была и Ксения Рапопорт, небезызвестная вам актриса театра Европы, Донинского театра. Ей пришлось отлучиться для того, чтобы выполнить свою женскую миссию. Потом она вернулась на следующий курс, опять же, к Фельштинскому. Доучилась, сейчас служит у Додина. 26 человек, 12 и фактически 7 человек, кто работает в профессии, про кого вы знаете. Остальных в профессии нет. Вот такова жесткая, жестокая реальность нашего театрального мира. Поэтому я всегда говорю, тысячу раз подумайте, прежде чем соберетесь поступать в театральный институт. Мы, сразу еще раз вернусь, мы, конечно, воспитывались в духе бунтарства. Нам говорили, делайте то, мы делали совершенно наоборот все. Делайте так, мы делали все наоборот. И вот это постоянное, извините меня, бодание с мастерами, оно дало какой-то результат. Мы научились делать и то, что просят от нас, и сочинять все, что нам придет в голову. Получился несколько актерско-режиссерский курс. Нас научили так, чтобы мы могли, даже если режиссер фиктивный, мягко говоря, да, не является режиссером и не умеет делать разборы и анализировать пьесы или сценарии, мы вышли из стен театрального института, умея делать то, 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 все. Поэтому вот такой курс. Юра Бутусов учился на параллельном курсе. Это была не совсем наша компания. Мы учились рядом, но не совсем наша компания. И сначала он пригласил Михаила Трухина для того, чтобы попробовать, что это за студенты и за будущие актеры, которые учатся в соседней аудитории, на что они способны. Михаил Трухин доказал, что что это мы умеем. И потом Юра Бутусов пригласил нас вчетвером, на свой дипломный спектакль, на работу над спектаклем в ожидании Гадо. Это был достаточно яркий спектакль, он был неожиданный. Я помню, что для того, чтобы посмотреть этот спектакль в театральной академии у нас отменяли занятия, студентов вводили смотреть. И как-то мы, сами того не желая, я сейчас краснею немного, но все равно это приятно, как-то вошли в какую-то... Стали маленькими живыми классиками. На тот момент мы поняли одну такую простую вещь. Собрались четыре актера, которым есть о чем помолчать на площадке. Это очень редко бывает. Мало того, что мы отучились пять лет вместе, но мы еще сохранили необходимость услышать молчаливый вопрос, увидеть молчаливый вопрос друг друга. Это был спектакль для нас своего рода откровением, потому что в какой-то момент, ближе к финалу или уже во второй половине спектакля, когда я смотрел на Мишу Трухина, или он смотрел на меня, и мы просто молчали. Мы еле себя сдерживали, молодые пацаны, которые достаточно циничные, мы еле себя сдерживали, чтобы не разрыдаться на взрыд. Это в первую очередь. Четыре пацана, которые закончили театральный институт, которые дурачатся на полную катушку на театральной сцене в ожидании Гадо, чтобы во время этого ожидания не сойти с ума, не свести счеты с жизнью, не разочароваться. Они придумывают себе всевозможные игры, развлекая друг друга и вытягивая из петли ожидания. Было такое решение этой пьесы, пьеса очень непростая, к ней подходили с разных сторон. Юра придумал ее в жанре игры, в жанре бестселлера какого-то, в жанре много-много-много всего, в жанре клоунады. Мы сделали 100 клоунад на определенные темы. Из этих клоунад вошло две только в спектакль. Но вот так вот мы разминали этот спектакль. Я считаю, что он до сих пор у нас в памяти. Мы до сих пор, все, кто прошел через спектакль в ожидании Гадо, наша четверка, считаем, что жанр траги-фарс. Это самый мощный, правильный. И мы, скажем так, по крови являемся актерами этого жанра и все время так или иначе пытаемся вывести и решение, и существование на сценической и кинематографической площадке именно в этом направлении, в этот жанр. Траги-фарс. Я, наверное, больше не могу сказать, что такое был для нас спектакль в ожидании Гадо. Могу только сказать одно. Наше крещение в театральное пространство. Я повторюсь опять же. Наше крещение в театральное пространство. С этим спектаклем мы вышли. Это, на мой взгляд, была наша визитная карточка. Я еще забыл добавить прекрасного художника Александра Шишкина. Вот нас шесть человек, которые вышли в театральный мир, крикнули, эгэгэ, и мы здесь. Посмотрите на нас. На нас посмотрели. И сказали, да. Да. И дальше вот с этим, да, мы пошли. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот что вы хотели бы, чтобы я для вас сделал? Знаете, пятидесяти франков. Что вы хотите, чтобы он спел, потанцевал и что-нибудь подумал? Он думает? Да. Раньше он мог думать часами. Я его мог слушать все время. Теперь, конечно, не то, ну ладно, пускай будет кружить для меня, значит подумать. Нет, 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 нет. Мне было бы интереснее, если бы он нам что-нибудь такое изобразил. Это было бы веселее. Нет, это не обязательно. Нет, ну Диди, это же было бы веселее. Но мне хочется послушать, как он думает. Нет, нельзя, чтобы он сначала подумал, потому что он подумал. Нет, можно сначала подумать. Пускай сначала. Успокойся, 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 Стёба. Можно-то. Да? Да. И он что, никогда не отказывается? Это обыкновенный порядок. Я сейчас вам объясню. Ну-ка. Танцуй, гадина. Ну смешно, да? Давай еще. Ну, в принципе, так и я могу. Только немножко потренироваться. Раньше он меня прыгал от восторга. Раньше он меня танцевал с Жигой, Альмье, Кадрико, Фанданго и даже Экосес. Экосес, да. А теперь это все, на что он способен. Здравствуйте. Первый успех – это большое испытание. Как вы его пережили? Ну, вы знаете, каждый раз, 10-20 лет назад, 100 лет назад, сейчас, сыграв премьеру, и даже если это хороший премьерный спектакль, даже если он получился, второй спектакль, ну, самый тяжелый. Насколько я понимаю, дураки не проходят медные трубы. Ну, не проходят. Просто считают, что если тебя начинают узнавать, то это все. Это пик, это вот то. Ты добился всего. А люди, которые занимаются делом, они идут дальше. Они идут дальше. Другое дело, опять же, возникают такие претензии, что человек начинает меньше общаться с коллегами, иногда с друзьями, но, как друзья понимают, меньше общаться с коллегами. Это связано... У дураков это одна история. Они дураки. Счастливые. Добились всего, и все отлично. А у другой категории актеров это связано с большой усталостью. Иногда просто хочется 5-10 минут, просто посидеть, помолчать, может быть, даже поспать, сидя. Когда человек начинает быть востребованным, ему нужно распределяться и свое время, и свои физические силы распределять так, чтобы хватило на все работы, которые ему интересны. АПЛОДИСМЕНТЫ Не все выгодны, да. А то, что касается успеха, так называемая звездная болезнь и так далее, у меня очень хорошие были и учителя, и друзья. В первую очередь полной ложкой пришлось хлебнуть Мишу Трухину. Всю историю узнавания на улице, беспардонного иногда узнавания. Потом это узнавание было перенесено на сценическую площадку, когда приходили, извините, иногда как в зоопарк, чтобы посмотреть на говорящую собачку, которая снималась в улицах разбитых фонарей. Не важно, что говорит актер, не важно, в каком спектакле он работает, вот из телевизора человек, что он сказал, не важно, вот пришли посмотреть. Это не всегда работает на плюс. Это работает на плюс кассы, но не всегда работает на плюс смысла спектакля. Потом был Миша Пореченков, который прошел агента национальной безопасности. А потом только третьим я вошел в эти воды. Я уже знал, как это происходит. Ну, тоже только теоретически, потому что через это к этому готовым быть нельзя. Есть хорошие всякие шутки, когда коллеги подходят, когда вдруг на тебя, я очень хорошо помню, мы зашли в какой-то магазин, там сидела ленинградская собака, голодная, бездомная. Она смотрела, она хотела просто, наверное, колбасы или что-то поесть. И мой коллега с хорошим чувством юмора, посмотрев на собаку, посмотрев на меня, сказал, вот видишь, уже собаки тебя узнают. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Сенека писал, что Каллигулу природа создала, чтобы показать, на что способны безграничная порочность и безграничная власть в сочетании. Ваш Каллигула, как я читала, это романтический юноша. Что вас, Ибутутсова, заставило посмотреть на него с такой стороны? Спасибо. В отличие от Сенеки, мы не делали спектакль исторический. В отличие от его комментариев. Мы делали спектакль о творческом человеке. О творческом, безбожном эксперименте. В первую очередь, над самим собой. В пример вот этого творческого эксперимента над самим собой, с космическими перегрузками, были многие люди, примером тому. В том числе, предположим, и Владимир Семенович Высоцкий. Мы тоже отнесли его к разряду людей Каллигула. Чтобы вам было проще понимать то, о чем мы говорим. Каждый творческий человек ставит, если у него есть цели и фантазия, ставит над собою, в первую очередь, эксперименты, которые, естественно, отражаются на всех вокруг. И на близких, и на тех людях, которые называются зрители, и так далее, и тому подобное. Спектакль Каллигула был придуман как творческий эксперимент человека, который пытается выжечь из себя все то, что Господь Бог вложил в существо под названием человек. Любовь, дружба, милосердие, вера и так далее и тому подобное. И вот этот творческий эксперимент закончился полнейшим крахом. И финальный текст звучит примерно так. А ведь ты знаешь, что мне нужно только одно, невозможное. Я искал его на границах мира, я искал его на краю своей души, я протягивал руки, я протягиваю руки и везде натыкаюсь на тебя. Передо мной всегда только ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не бросил эту историю, я продолжаю работать с Юрием Абрамовичем Башметом. Мы попытались эмоционально, математически точно и смыслово по истории пьесы еще раз рассказать историю этого мальчика, но уже, скажем так, с высоты наших лет. Я не понимаю ничего в нотной грамоте. Это нужно наизусть знать музыку, все паузы, все переходы и так далее. Мы общаемся примерно так же, как я, предположим, на съемке с голливудскими коллегами. Я общаюсь на папуасском языке, но тем не менее мы понимаем друг друга. Вот так же я с Юрием Абрамовичем в музыкальной грамоте общался примерно на папуасском языке, но мы нашли быстро общий язык. Дальше пошло легче. Я скажу так, что эта история до сих пор булькает во мне. Мне так нравится это слово «булькает», потому что оно очень правильно. Если не булькает, значит, и пора заканчивать с этой профессией. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы сыграли одну роль и в кино, и в театре Алексей Турбин. Интересны очень ваши ощущения. Как по-вашему правильно, то, что герой остается живым или умирает? Угу. Давайте я попробую сделать небольшое вступление, а потом вы мне скажете, продолжать отвечать на ваш вопрос или нет. Хорошо? Значит, смотрите. В театральной постановке Сергея Женовача по пьесе «Дни Турбиных» Алексей Васильевич Турбин, артиллерист, полковник. В романе Булгакова «Белая гвардия» Алексей Васильевич Турбин, врач... Сейчас, господи, как же он называется-то? Сейчас, извините, вылетело. В общем, который занимается мужскими болезнями. Венеролог, да. Вылетел, извините, душно вылетел. Врач-венеролог. Он не артиллерист и не полковник. Врач-венеролог, он выживает, он идет до конца романа. Это просто история о разных людях. И вообще это разные истории. Если говорить о спектакле Сергея Васильевича Женовача, то в этой роли мы попытались рассказать о людях, которые живут и сейчас, которые жили сто лет назад, которые жили и, скажем, до нашей эры, о людях, которые стоят перед выбором. Эти люди у нас и в Москве есть, эти люди есть и в Киеве. Вы смотрите телевизор, вы все прекрасно знаете, видите, что происходит. Есть люди, которые... ...правильно воспитаны родителями и, что бы ни происходило, делают свой правильный выбор. А есть люди, которые смолодушничали и потом либо жалеют всю жизнь, либо не жалеют. Это спектакль Сергея Васильевича Женовача. Друзья мои, мне, боевому офицеру, поручили толкнуть вас в драпин. Было бы за что. Не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу. И не пущу. Друзья мои, я вам говорю, народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено. Гроб. Крышка. И вот, вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетели капитан Студзинский, я, капитан Машлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все. Я вам все принимаю. И любя вас, посылаю вас домой. По домам. Фильм Сергея Олеговича Снежкина задумывался. В монтаже он вышел немножко по-другому, на мой взгляд. Задумывался как фильм о рождении большого художника. Алексей Васильевич Турбин это и есть рождение последующего романа мастера Маргарита. Это и есть рождение Михаила Афанасьевича Булгакова как большого художника. Через все испытания, через тиф, через смерти только так может родиться большой, может выстрадать себя в творчестве большой художник на все времена. Каким он и является на сегодняшний день. Две разные истории о двух разных людях. Совершенно разные задачи киноматериала и театрального, называют, спектакля, продукта. Вот поэтому сравнивать, ну, что-то, какие-то наши, может быть, шуточки и спектакли перешли в кино. Какие-то серьезные вопросы и монологи о ситуации, о России из кино перекочевали в театр. Нам помогло это. Мы это почувствовали. Как-то друг друга это дополнило, но абсолютно разные истории. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Константин, известными актерами для всей страны вас, питерцев, сделали милицейские сериалы. В МХТ вас пригласил худрук Табаков или успешный менеджер Табаков? Спасибо. Я думаю, Олег Павлович прекрасно сочетает в себе и успешного менеджера, как вы сами видите, и художественного руководителя ни одного театра. Поэтому, наверное, и то, и другое звучало. На тот момент была такая ситуация, когда кино не снималось, снимались телевизионные проекты. И мы работали, потому что закон один. Лучше работать, чем не работать. Вот и все. То, что касается Олега Павловича, я получил приглашение на участие в спектакле «Утиная охота». Роль Зилов. Я понимал, что для меня это еще очень рано, что Зилов, то, что мне предлагают, это роль на вырост. И что она может получиться у меня, может получиться, года через 3-4. То есть даже не получиться, а начинать получаться. Но эта роль настолько манила нас еще, когда мы учились в мастерской Ферштинского, что, конечно, я не мог отказаться. Естественно, я влез в эту историю, и Мишу Пореченкову за собой потащил, и мы начали фантазировать, придумывать. И вот опять же, к вашему вопросу, менеджер или художественный руководитель, первые отзывы у как бы критиков театральных, которых очень много сейчас, как бы театральных критиков, заголовки были такие «Менты играют ути на охоту», «Менты во Мхате» и так далее. Мне хотелось, конечно, пообщаться с этими ребятами, которые придумывали яркие названия, заголовки, для того, чтобы, может быть, покупались печатные издания. Но ничего умнее, кроме того, чтобы пересказать мне содержание пьесы, не смогли написать. С Юрием Абрамовичем Башметом мы играем такую историю под названием «Карнавал животных» «Сенсанс». И попросили сделать перевод Дмитрия Быква. Потому что там Сенсанс написал острую сатиру к каждому своему музыкальному произведению. Острую социальную сатиру. Я просто закончу рассказ про наше вхождение в Амхат и по поводу всех заголовков. «Персонажи с длинными ушами» так называется стихотворение перед исполнением ослы. У Сенсанса есть маленький кусочек ослы. Очень смешная штучка музыкальная. «Вот персонажи с большими ушами. Кто это в нашем спектакле? Скажите-ка громче. Ослята? Ослята вы сами. Это сидит музыкальная критика». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Константин, здравствуйте. Мой вопрос о Гамлете. Снова вместе вы, Бутусов, Пореченков, Трухин. Скажите, пожалуйста, кто инициировал такое творческое соединение в Москве? Спасибо. Я вам сразу отвечу. Инициатор всегда является режиссер. Когда собралась в результате компания, там даже есть такой текст, когда Гамлет говорит, «Теперь друзья по школе и мечу». Молчание, молчание, молчание». Это все вытаскивалось прямо из текстов. И задача была очень простая. Опять же, три человека, три однокурсника. Вот у вас три дороги. И кто наберет больше очков в конце спектакля, тот и победил. Зрительских очков. Голосование зрительского. Поэтому все апарты в зал мы старались сохранять для того, чтобы общаться со зрителем и набирать, набирать, набирать для себя баллы к концу спектакля. Задача была очень простая поначалу. Кто больше наберет сочувствия, сопереживания и зрительских эмоций на себя? Вот такое было азартное соревнование без подляночек, с небольшими, маленькими внутри спектакля розыгрышами. А это всегда сложно, особенно если спектакль в стихах. Потому что тебе начинает что-то еще на ухо или как-то так играть твои коллеги, что стихи вылетают. И нужно на ходу понимать, о чем ты говоришь и пытаться сложить в новое стихотворение а-ля Шекспир. То есть а-ля Пастернак, извините. Вот. Поэтому это была история просто соревнования. Творческого соревнования. Идея Юры Бутусова. Идея вот как складываются в королевстве датском в кавычках, а скорее в королевстве опять же театральном история трех ребят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в Данию Ваше Высочество. Благодарю покорно, сэр. Если бы у Вашего Высочества нашлось немного времени, я бы ему кое-что передал от Его Величества. Запечатляю это глубоко в своем сердце. Значит, по приказу Его Величества довожу до Вашего сведения, что король держит за Вас пари на большую сумму. На днях к здешнему двору прибыл Лаэрт. Настоящий джентльмен, полный самых законченных достоинств, Зачем оскверняем мы своим громым дыханием этого джентльмена? Сэр! Нельзя не выражаться понятней, что у Вас в мыслях. К чему приплели Вы этого джентльмена? Лаэрта! Лаэрта, сэр! А, я знаю, от Вас не скрыто! Хотел бы, чтобы это не было скрыто от Вас! Речь идет о том совершенстве, с каким Лаэрт владеет оружием! По общему мнению, ему в этом нет равных! Какое у него оружие? Рапира! И кинжал! Оружие двойное, что же дальше? Король держит пари с Лаэртом, что из 12 схваток с Вами тот победит только в трех! Да, это можно было бы немедленно проверить, если бы Вы соблаговолели ответить! Если я скажу нет? Нет! Если Вы скажете да! В таком случае, если молодой человек согласен, и король останется при своем намерении, я постараюсь, если смогу выиграть его пари! Ваш Клавдий неожиданно становится человеком, которого мучает совесть, который раскаивается. Почему Вам так важно раскопать человеческое в злодеи? Спасибо. Вы знаете, это писал Станиславский, это не я придумал. Ищи в плохом хорошего, а в хорошем плохого. И тупо следуя его заветам, я так и пытаюсь поступать со всеми своими персонажами. Персонаж по имени Клавдий я видел только один спектакль, это был спектакль, по-моему, либо норвежский, либо датский, где Клавдий выступал таким прямо стопроцентным, а иногда даже сильнее оппонентом Гамлету. Потому что все время этот персонаж какая-то такая функция злодея, с которой неинтересно бороться. боится. Мне казалось, что чем ярче, обаятельнее, остроумнее будет оппонент и будет партнер Гамлета, тем выше поднимется Гамлет. При этом еще надо посмотреть, действительно, он переживает. Мы за время спектакля, да и за время пьесы, ни разу не виден, чтобы Клавдий кого-то убил или отравил. А Гамлет за время спектакля делает это неоднократно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так, чтобы вот если вырезать кусочек один под названием монолог отравителя, где он кается, пытается молиться, вот если бы вырезать, вообще к нему никаких претензий бы не было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что герой контрабаса и герой географ они похожи чем-то? Вот они такие же слабые, не приспособленные к жизни, такие рефлексующие. Или это то, что вы внесли в роль? Ну, вы знаете, наверное, это тогда все-таки претензии больше ко мне. Это у меня так получается просто. Мне кажется, что герой контрабаса это моя тоска по спектаклю в ожидании года. Но, опять же, возвращаемся к трагефарсу. Этим языком получилось вскрыть эту историю. Этот человечек трагефарсовый от демона до совершенно маленького там башмачкина и чаплинского человека. Чаплинские люди, они тоже летают по такой синусоиде, что закачаешься. То, скорее всего, это все-таки тоска и дань уважения в ожидании года. А то, что касается сравнения с географом, нет, мне даже ни разу в голову не приходило. Ну вот, ни разу в голову не приходило сравнивать спектакль контрабас героя, героя спектакля контрабас с героем фильма географ глобус пропел, потому что герой контрабаса стопроцентно подкованный теоретический человек, который занимается исследованиями на, скажем так, в музыке, я даже сейчас, ну, в общем, такими глобальными исследованиями, он знает все, но он занимается не своим делом. История географа, он все-таки он занимается своим делом. Он занимается своим делом. Он провоцирует людей на рождение личности. Он сам провокатор, он слабый. Отсюда и алкоголь. Это защита. Это страх. Это понятно. Это наш менталитет. Тут каждый по-разному это объясняет. Алкоголь это не для того, чтобы быть более эпатажным. Он эпатажен в трезвом состоянии. Алкоголь это защита. Нет, он достаточно целенаправленно идет. Он мог бы сидеть, не знаю, на вахте театра. Он был бы таким же, что в классе он преподает с детьми, на вахте того же театра или где-то еще. Он бы нашел зацепки и как зацепить людей для того, чтобы пообщаться с ними и для того, чтобы тоже попытаться их, скажем так, отбалансировать их сердцевину. Попытаться рассказать им какие-то очень простые истории про них же самих. своим личным примером. Другое дело, что он не в регалиях педагогических, у него нет ни дипломов и так далее, поэтому делает он иногда, я про географа говорю, это безобразно, наполовину. Но дети понимают, хотя и предают его, но понимают. У меня тоже была в жизни история, когда у нас было коллективное предательство, но потом мы нашли в себе силы подойти и сказать, что мы были не правы, вы оказались правы. Я думаю, что у них, у этих детей из фильма тоже когда-нибудь найдутся силы позвонить этому Слушкину и сказать спасибо большое. Константин Юрьевич, фильм своим, Мессхиевым, о войне. И получается так, что в финале этого фильма герои спасают свои жизни ценой жизни других. Как вы считаете, есть ли границы у цены жизни? Фильм мне очень нравится этот, свои, Дима Мессхиева. Мне кажется, он прекрасный фильм с прекрасной работой Ступки. Мне было очень обидно, что меня так сильно вырезали из этого фильма на премьере и так далее. Но потом спустя год или два я посмотрел его еще раз и понял, и бог с ним, что вырезали. Зато фильм получился. В конце фильма мой герой, политрук, лившиц, произносит огроменный монолог о том, как мы выстоим, о том, как все будет хорошо, о том, как идите, я вас прикрою. я ходил весь фильм вот с этим листочком, подходил к Дмитрию Мессхиеву периодически, Дима, что мы будем с этим делать? Он говорит, уйди, не до тебя сейчас. Я там с некоторой периодичностью подходил и говорил, я против этого. Я видел, что и он против этого, но ответа не было. Бывает такое, ну нет, и ты неминуемо приближаешься к съемочному дню, когда должен быть ответ вот именно на решение этой сцены. И как-то мы пережидали то ли солнце, то ли дождик и так далее, и Сережа Гармаш, Дима Мессхиев, Миша Явланов лежали на пригорочке, и у меня-то все время пульсирует эта мысль, что делать с этим монологом, что делать с этим монологом. И Сережа Гармаш, там были комары, и он так раз, ах, комары кусают. И я говорю, все, придумали, а меня не кусают. И мы заменили огромный монолог про историю страны и про то, как все это самое, на две фразы. Кусают комары, а тот на него смотрит, предчувствуя, как животное. Он говорит, меня не кусают. Тут еще вот такое вот детское непонимание того, что мир перестал обращать на него внимание. Мы попытались. Он и раненый, и нога у него прострелена, и тяжело ему, и умирать не хочется. И тащить, он понимает, что там собралась такая компания, это все хотят, и тащить его никто не будет. И он задержался, и с одной стороны, чтобы его не подстрелили, нужно отстреливаться, а с другой стороны, он видит, как они бегут, и комары не кусают. И вот такая вот наша маленькая победа, я не знаю, может быть, через какое-то время, пересмотрев этот фильм, я скажу, нет, надо было произносить героический текст, вставать под пули, и так далее. Но на сегодняшний день я убежден, что вот эти две фразы комары гад кусают, а второй говорит, а меня не кусают, и вопросительный взгляд, они сильнее, чем монолог о патриотизме. Вот на мой взгляд. Вот, поэтому я говорю о том, что ни один нормальный человек не хочет умирать, ни один нормальный человек не будет вставать и стрелять вот так вот по неприятелю. И мы придерживались, и мы стреляли, как страусы, зарывшись головой в землю, и сверху пулемет или винтовка. Потому что любой нормальный человек боится боли, прячется от опасности, не любит, когда у него болят зубы, не хочет, чтобы с ним что-то случилось. Но есть какая-то... судьба. Наверное, судьба. Или я не прав. Скорее всего, у каждого будет своя точка зрения и на выбор жизни в том числе. Я же не говорю о самоубийцах, понимаете? Это разные вещи. Да. Понимаете, вот тут могла быть и ситуация, когда он получает письма из дома, он понимает, что у него вся жизнь развалилась, и тогда была бы другая сцена, тогда он взял бы пулемет и пошел. Это состояние аффекта уже. А здесь, в этом фильме, финал того, что человек плачет, хочет жить и продолжает сопротивляться. Поэтому у нас и нет сцены, как он красиво лежит простреленной пулями, а есть только сцены, когда они бегут и вдруг все затихло. Спасибо. Здравствуйте, Константин. Вы замечательно сыграли адмирала Колчака. В вашем исполнении это мужественный и сдержанный человек. В картине показана его личная жизнь. И у меня будет абсолютно женский вопрос. Если бы адмирал остался жив, как вы думаете, он остался бы с семьей или выбрал Анну Тимиреву? Сразу вам отвечу. У нас не было задачи сыграть Колчака. Это был собирательный образ все-таки. Он не мог себе позволить многих вещей. Мне кажется, он не мог себе позволить уйти официально от одной женщины к другой. Это были неофициальные отношения. Это была страсть, это была любовь. Но один раз сделав свой выбор, он не мог себе официально позволить такую выходку, мягко говоря. Он был настолько принципиален, это к вопросу опять о Белой гвардии и днях Турбиных, он был так воспитан, что он не мог отказаться от предложения стать главнокомандующим, верховным главнокомандующим страны. Он не мог позволить спасти страну, отдав какой-то кусочек Финляндии. Мне кажется, что телевизионная версия этой истории, там, где 10 серий, она более подробная. Там есть сомнения. Большие сомнения человека, которому доверили страну. Я думаю, что все люди, которые сталкивались с моментом власти, все равно проходят и будут проходить через какие-то сомнения человеческие а дальше уже их выбор. Константин, вопрос к фильму «Ночной дозор». Это первый фантастический фильм нового времени. Там собрана блистательная команда Рима Маркова, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин. Как вы себя чувствовали в этой команде? И скажите, как актеры старой школы сливались с новыми кинотехнологиями? Значит, актеры, как вы говорите, старой школы? Школа есть или ее нет? Поэтому нет актеров старой школы. Есть либо интересный, яркий актер со школой, либо скучный, неинтересный, необязательный актер без школы. Так вот, актеры старой и новой школы с одинаковым непониманием того, что они делают и для чего, входили в новые компьютерные технологии. Что я, что господин Меньшов, что Римма Васильевна нас подвешивали на что-то, нас водили куда-то. При этом говорили, не забывайте наполнение, что за сцена. Мы даже иногда не понимали, что за сцена. Потом все это собиралось. Это было... Я не понимал, честно говоря. Я себя так прекрасно чувствовал, когда мы снимали какие-то вдруг драматические кусочки, а когда все это что-то должно было проходить, или я должен был проходить через стену, или что-то они придумали, какие-то... и я молчал, потому что я в этом ничего не понимаю. Владимир Валентинович, так как у него все-таки большой опыт режиссуры и создания фильмов в качестве продюсера, по-моему, пытался что-то советовать. Но Тимур со своей командой шел своей дорожкой. Этот фильм, что первый, что второй, они сочинялись. За основу был взят литературный материал Дозоров, но все это сочинялось, переписывалось, придумывалось тут же. Иногда при участии Лукьяненко, иногда полностью вообще он даже не совсем понимал, что мы там сочиняем и что снимаем. Это казалось какой-то бесконечный съемочный период. Бесконечный. Я думал, что он никогда не закончится, потому что так-то ты знаешь примерно, вот фильм начинается отсюда, заканчивается здесь, эта сцена вот здесь. А так в какой-то момент так был взят сценарий куда-то в сторону, и мы вот снимали. Я помню, когда мы сидели с Тимуром в Питере, у него в квартире на кухне, и просто размышляли на предмет, что такое наш герой. И мы пришли к мысли о том, что это Брюс Уиллис в Крепком Орешке, потому что это герой по неволе. Его заперли в тупик, загнали, и ему нужно и себя спасти, и еще и близких своих спасти. Вот он, герой по неволе. Это наш русский герой, российский, которого заперли, и он должен выживать, при этом еще он должен заменять, делать импортозамещение, при этом он еще должен умудряться платить налоги, при этом и так далее и тому подобное. Вот наш герой современный, вот заперли, сказали, давайте-ка оптимизируйтесь. И он должен так соптимизироваться, чтобы вы оптимизировать, скажем так, своих детей, своих родных и не обозлиться на мир. Извините, что вот так вот перешел на сегодняшний день, может быть, это не совсем правильно, но да, это наш герой, который постоянно пытаются загнать новыми придумками в угол, а он не загоняется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Константин, здравствуйте. Я хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы спасаете жизни многим детям сейчас. И вопрос мой прозвучит так. Я знаю, что сейчас вы открываете по всей России центры творческого развития. И подскажите, пожалуйста, дети, которые там занимаются, они как-то ориентированы на поступление в театральные институты? То, чем занимается благотворительный фонд, это то, что касается... Я имею к этому непосредственное отношение, но у меня работает прекрасная команда, которые и занимаются всем этим делом. Я просто являюсь проводником между людьми, которые нам помогают, а мы уже эту помощь распределяем и доносим непосредственно до тех, кто нуждается в этом. Вот. Это... Моя заслуга здесь может быть... Моя заслуга здесь может быть только в том, что у меня какой-то есть небольшой процент доверия, наверное, связанный, скорее всего, с моей профессиональной деятельностью, несмотря на географа и другие роли. Вот. То, что касается студий творческого развития детских, это тоже была попытка в свое время помочь актерам, как вы говорите, старой школы, ну, людям, которые уже находятся в достаточно преклонном возрасте, которые у нас заброшены, в основном заброшены, особенно в провинции, как-то им нужно было помочь. Как, я не знал, и потом пришел к такой очень простой формуле, их нужно вытащить обратно в дело. Так придумались студии творческого развития. Краткая схема была такая. Самая обыкновенная школа, в которой занимаются, учатся дети. Во внеурочное время школа отдает нам свои помещения. Мои коллеги из определенного города возрастные приходят и занимаются с детьми нашими дисциплинами. актерская фантазия, пластика, художественное слово, кукольный театр. Цель не сделать для детей это бесплатно, актеры за это что-то получали дополнительно. Это не просто конвертики, а это еще попытка вовлечь их обратно, чтобы они почувствовали себя нужными. Цель не подготовить в театральные институты. Абсолютно. Цель одна. скрыть тот потенциал, который в них сидит, который может сидеть в них всю жизнь вот так закупоренной. Научить их смеяться, научить их не бояться проявления своих эмоций, научить их самостоятельно думать, научить их красиво излагать самостоятельно свои мысли, научить их фантазировать, создать армию молодых людей, которая выйдет в жизнь, которые будут через какое-то время заботиться и рулить делами страны, научить их состраданию, милосердию и понимать, что часть людей, которые выходят в эту жизнь, будут понимать то, о чем ты говоришь, и мы будем понимать то, о чем они говорят. Те, кто грезил актерской профессией, думал, что это так прекрасно, они проходят через эти занятия, снимают эти розовые очки, отдают их другим и идут в другую профессию, более реальную, потому что понимают, что стоит за вот этим трудом и за всей этой ширмой красных дорожек, успехов от фильмов, съемки и так далее. Те же, кто наоборот укрепляется в этом, они знают, на что они идут дальше. Мы, скажем так, ведем еще небольшую просветительскую работу. У нас прошло уже несколько фестивалей, мы каждый год делаем в разных городах фестиваль. И вот два года назад фестиваль был в Уфе, основное задание было заявки на спектакли. Так получилось, что звезды улыбнулись заявке Киплинга, книга джунглей. И мы начали придумывать историю современных каменных джунглей, современного Маугли, который сбегает от своих родителей в поисках своей правды. Мы придумали и в прошлом году в Казани сыграли на открытии фестиваля этот спектакль с казанскими студийцами. 80 детей, 5 профессиональных актеров. И мы создали такой огромный проект под названием «Поколение Маугли». Все сборы от этого спектакля, все идут на помощь конкретным детям. А эти ребята у нас появляются в конце спектакля. Просто фотографии. Одного, двух или трех, в зависимости от того, какое количество спектаклей мы играем. Так вот, когда эти прекрасные молодые дарования, выходя на финал, с финальной песней, это дикая энергетика, когда они увидели мальчика, которого полгода назад они видели на экране, для которого они собирали деньги, вот тут, мне кажется, в их сознании еще один переворот произошел. Мне задают вопрос, а будете ли делать другой спектакль? А я говорю, а зачем другой спектакль, когда есть больше, чем спектакль? И там закон только один, в отличие от законов театральной площадки, где, если ты сыграл плохо сегодня, ничего страшного, никто не умер от этого. А в спектакле поколения Маугли закон другой. Если ты не додал сегодня, ну, хоть чуть-чуть, есть очень большая вероятность, что завтра не придет зритель, и мы не соберем деньги, и кто-то может. разные законы существования, разные цели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, честно скажу, я очень волновался, когда шел сюда, потому что сюда приходят люди, которых я очень уважаю, вот садятся сюда и начинают общение. Я действительно очень-очень многих уважаю и в человеческом плане, и в профессиональном, и тянусь к ним. Поэтому для меня большая честь, и, может быть, поначалу я пытался отшутиться, потом втянулся, превратился в зануду, потом опять, может быть, выкрутился, потом дал вам, вытащил козырь и рассказал вам про поколение Маугли, то, чего ни у кого нет, а у нас есть. Для меня большая честь отвечать, быть здесь, копаться в себе, отвечать на ваши вопросы. Давайте задавать, вот, давайте очень просто, давайте не бояться задавать глупых вопросов, получать глупые ответы, потому что иногда в этих глупых вопросах и глупых ответах находится самая главная истина. Приходите, пожалуйста, в театр, приходите, пожалуйста, в кинозалы, потому что если вы не будете приходить в театр и в кино, тогда нам незачем будет заниматься театром и кино. Это будет очень обидно, потому что мы хотим, мы, это актеры, хотим наполнять свою жизнь новыми историями человеческой души веселиться этим и стараться поделиться этой радостью и этими слезами с вами хуже, лучше, но мы стараемся это делать честно. Поэтому без вашего внимания у нас ничего не получится. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ